Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Считанные дни остались до уникального концерта, который состоится в ККЗ Панорама. Тверича на госте города ждет самый настоящий вечер у британской музыки. Зажигательные ирландские танцы, кельтская арфа, ну и, конечно же, выступления волынщиков. А накануне их руководитель Евгений Лапекин провел мастер-класс для всех желающих. Но с какой еще мелодией, как ни с этой, мог начать свое общение с тверичанами Евгений Лапекин? Именно под храбрый Шотландий он вошел, а точнее промаршировал до сцены. Именно так, по его словам, надо исполнять музыку на волынке, которой он увлечен уже более 15 лет. При этом есть разница между волынками, на которых играют в двух самых известных кельтских странах. Самое, наверное, основное отличие визуально тем, что если шотландскую волынку я воздух задуваю в мешок, то ирландскую волынку я в нее воздух закачиваю, качая локтем. То есть с помощью специальных мехов. Эту волынку Евгений заказывал специально в Шотландии. Оттуда же и каждый элемент его сценического костюма. Начиная со знаменитого килта и заканчивая ботинками. Именно в такой экипировке он вместе со своими товарищами по оркестру «Сити Пайпес» предстанет и перед зрителями, как и за панорама, который услышит программу «Рок легенды на волынках». Почему такое название? Потому что это инвесенция каких-то ярких образов. То, что можно сделать на волынке, то, что можно представить. И в этот раз у нас будут гости. У нас будет ансамбль ирландского танца «Келти Куинт». И будет великолепная орфистка Зоя Визовская. Таким образом, в осенний вечер 28 ноября от величанных гостей города ждет самый волшебный вечер кельтской музыки и танцев. Программа рекомендована для зрителей старше 6 лет. А сейчас о премьерах на большом экране. Что можно посмотреть в ККЗ «Панорама» на этой неделе, расскажем в нашей специальной подборке. В основе фильма, несмотря на трейлеры, вовсе не киберпанк, а апокалипсис и все, что вращается вокруг него. Москва становится последним оплотом существования людей. В фильме звучит понятие «круг жизни» после того, как во всем мире внезапно отключили свет. Что-нибудь видел подобное? Я про такое даже не слышал. На Землю не падал метеорит. Серрористы не придумали глобальной угрозы. Сверхдержавы не развязали атомную войну. Но что-то произошло. Связь с большой частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе. По своим очертаниям, напоминающим круг. То, что военные находят за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов повсюду следы столкновения. Кто или что уничтожает все живое. И как долго продержится последний аванпост человечества. Плюсы аванпоста – это красивая, богатая картинка, показывающая, сколько денег вложено в фильм. Сцены с неоновым восходят будущего, разрушенными мостами и горами трупов впечатляют. Неплохое музыкальное сопровождение и попытка внести в идею философский посыл. Возрастное ограничение картины – 16+, и киноконцертный зал «Панорама» на Смоленском, 29, ждет всех желающих на премьеру. Заказы бронирования билетов – ККЗ «Панорама» по номеру телефона 300-033. На этом у меня пока вся информация. Мы с вами увидимся на следующей неделе в новом выпуске программы «Культфьюжн». Пока-пока!